Это же некомпетентные монтажники. Соответственно, и какие ошибки бывают, и к чему они в итоге приводят. Как говорится, кто не работает, тот не ошибается. И важно не то, ошибается человек или нет, а важно то, как часто он это делает, и повторяются эти ошибки из раза в раз, либо это ошибки каждый раз новые. Конечно, говорят, что признак профессионализма – это повторение, но с ошибками это наоборот показывает то, что человек не является профессионалом. Давайте начнем с того, что будем говорить об охлаждении и охлаждении фреоновым. Как вы знаете, когда мы проектируем какой-нибудь сот, либо серверную, нам дается всегда нагрузка. Чаще всего она дается в киловаттах. Допустим, у нас есть помещение, в котором будет тепловыделение в 100 киловатт. Мы знаем, что для того, чтобы охладить это помещение, нам необходим фреоновый кондиционер, у которого будет теплообменник, вентилятор, электронный терморегулирующий вентиль, компрессор и конденсатор. Когда же мы начинаем подбор, важно помнить, что помимо того, что у нас в помещении выделяется 100 киловатт, у нас также каждый из элементов, вентилятор и компрессор, также выделяет тепло. Допустим, вентилятор будет выделять у нас 5 киловатт, компрессор будет выделять 25 киловатт. Что же нам делать с конденсатором? Соответственно, конденсатор у нас должен быть немного больше, а конденсатор должен у нас обладать мощностью в 130 киловатт, чтобы через него можно было сбрасывать тепло, которое у нас есть внутри цода. Помимо того, что нам надо учитывать вот это все тепло, также нам надо учитывать и место расположения наружных блоков конденсаторов. Как вы видите на представленном слайде, очень часто монтажники по зелению проектировщиков делают не совсем разумные вещи. Допустим, ставят наружные блоки, которые предназначены для горизонтального выдува, выдув вертикальный. Либо делают то же самое, но не проводят предварительную подготовку. Как вы видите, у данного блока, это стандартный штуцовый блок, есть регуляторы скорости вращения конденсаторов, клеммные коробки и сервисный выключатель. Соответственно, по инструкции заводов-изготовителя регуляторы должны находиться в вертикальном положении, сейчас они находятся в горизонтальном. И также всегда рекомендуется ввод кабелей в клеммные коробки и в сервисный выключатель выполнять таким образом, чтобы они были либо снизу, либо сбоку, но никак не сверху, потому что вода, которая у нас может падать с неба, снег, дождь, может попасть внутрь и закоротить. Такие случаи, к сожалению, у нас были. Также иногда не всегда монтажнику и проектировщику ясно, что делать с некоторыми элементами. Допустим, здесь представлен конденсатор с переохладителем. Как вы видите, переохладитель – это вот эта часть. Такой элемент должен быть смонтирован определенным образом. Вход в конденсатор у него стандартно, а выход из конденсатора должен идти на обход в переохладитель. Из переохладителя уже должна идти линия на шресивер. Соответственно, в данном случае монтажники не уточнили у проектировщика, как это должно быть смонтировано, проектировщик не отобразил это на чертежах, и в итоге монтаж получился, как получился. Ну и бывают совсем курьезные случаи, когда блоки устанавливают совершенно не так, как они должны стоять, и, в общем-то, место для них убирают абсолютно неоптимально. То же самое у нас и касается и наших систем охлаждения, в которых используются сухие охладители, градиры. Но в связи с тем, что у нас также есть компрессор, конденсатор и теплообменник, нам также необходимо учитывать, что мощность должна быть чуть больше от заявленной. То есть, если у нас заявлено 100 кВт, то, учитывая мощность элементов внутри кондиционера, нам надо подобрать градирню на 130 кВт. То же самое касается не только кондиционеров, но и челлеров с выносными блоками. Помимо этого, у челлеров необходимо всегда проверять не просто температурный график, а также проверять объемный расход теплоносителя и обязательно проверять температуру воздуха, на которой у нас данные теплообменник подсчитан. Соответственно, прикинуть о том, как считает программа или как вам предоставляет данный дистрибьютор, можно всегда по достаточно простым формулам. Использование формулы и коротенький пересчет позволит вам подстраховаться от того, что сухой охладитель будет подобран неверно и в жаркий период его просто навсего не хватит. Соответственно, и с расположением всегда сухих охладителей гораздо больше проблем. Допустим, как вы видите на этом слайде, не всегда учитывают снеговую нагрузку на кровлю, куда ставят сухие охладители. Если у нас в конденсаторе горячий газ всегда достаточно высокой температуры, то у драйкулеров это не всегда так. То есть там температура теплоносителя порядка 40-40 градусов. Ее не всегда бывает достаточно, чтобы растопить лед и снег вокруг себя. Необходимо учитывать, чистится кровли, либо нет. Иначе блок просто погрязнет в снегу и не будет работать эффективно. Также забывают чаще всего делать вибровставки на драйкулеры и делать дополнительные опоры. В итоге масса труб вместе с водой начинает висеть на коллекторах, что негативно сказывается на работе блоков. Бывали случаи у нас в том числе, когда коллектор просто не выдерживал этой нагрузки и, в общем-то, приводило это к печальным последствиям. Когда делаете проект, либо производится монтаж, всегда смотрите на то, как ставится блок и на чем держатся у нас трубы. Трубы не должны висеть на элементах кондиционеров, либо элементов драйкулеров, конденсаторов. То есть всегда должна быть опора, чтобы снять с них нагрузку. Когда же мы говорим о системах чиллер-танкойл, нам важно всегда помнить о том, что при подборе чиллера необходимо также учитывать энергозатраты от вентиляторов кондиционеров и необходимо проверять расход теплоносителя через чиллер. И он должен быть у нас больше, чем через наши кондиционеры. Иначе у нас либо не хватит повода кондиционерам, что приведет к тому, что система будет работать неэффективно. Допустим, как вариант, это развязать систему и заставить чиллер работать, допустим, на баке, а с баков разбирать уже воду на кондиционеры. Очень важно также следить за расположением чиллеров. Чаще всего, если объект ограничен в пространстве, можно встретить нерадивый монтаж. Допустим, как в этом случае, когда один из чиллеров стоит мало того, что под крышей, так стоит еще теплообменником к стене. В итоге получается, что в летний период времени горячий воздух с чиллера при работе на компрессорах не уходит от него, а наоборот попадает обратно в конденсатор, что снижает эффективность нашего блока. Необходимо очень тщательно прорисовывать подводы к самим кондиционерам, потому что иногда встречаются случаи, когда монтажники либо из-за некачественной проектной документации путают вход с выходом на кондиционер, либо делают подключение не совсем красивым и не совсем гидравлически эффективным. То есть, как вы видите, можно перепутать и завязать трубы в узел, но хорошего от этого будет мало. Также мы всегда рекомендуем, когда вы проектируете именно саму серверную, внутреннее помещение, всегда учитывать и смотреть на то, как будет распределение воздуха у вас внутри. Допустим, мы рекомендуем ставить воздушные клапана на кондиционеры, снизу кондиционеров, если используется фальш-пол, особенно если это большие серверы. Это предотвращает перетечки холодного воздуха и дает более оптимальное понимание самой автоматики кондиционеров о том, как работает система. Допустим, если этот клапан не поставить, то холодный воздух будет вздуваться в резервный кондиционер, что в итоге будет приводить к показаниям датчика не тем, которые есть в помещении, а тем, которые выдаются с рабочего кондиционера. В общем-то, из-за усреднения это будет не совсем корректно. Также стоит учитывать, если мы используем рядные кондиционеры, стоят ли заглушки на серверных стойках, которые ограничивают нам перетоки воздуха. Очень часто бывает, что такие заглушки не ставятся, и рядный кондиционер работает сам на себя. Воздух просто навсего не доходит до всех стой. Когда же мы ограничиваем архитектуру и строим закрытые коридоры, чаще всего внутри этих коридоров точно так же располагаются аккумуляторные батареи. Если мы закрыли горячий коридор, то нужно помнить, что аккумуляторным батареям не всегда полезна высокая температура. Особенно если сейчас очень модная тенденция завышать температуру и в горячем коридоре, и в холодном коридоре. Закрытие коридора может приводить к тому, что батарейные блоки будут перегреваться и выходить из строя. Чаще всего это основная проблема при закрытой архитектуре. Не стоит так же пренебрегать такой вещью, как дренаж. У нас уже неоднократно были случаи, когда проектировщик не был на объекте, не видел реальную картину и в итоге чертил дренаж очень специфичный. Когда приходишь, вроде бы дренаж выходит, идет, идет, потом поднимается вверх, опускается и уходит как бы в пановую трубу. При этом никаких-либо насосов с дренажных ничего такого не стоит. Соответственно, все мы понимаем, что такой дренаж работать не будет. Монтажник сделал все по чертежу, хотя ему тоже понятно, что это работать не будет. Также может быть курьезный случай, когда проектировщик думал, что будет какой-либо дренажный насос, делал слив, и, к сожалению, слив никуда. Дренажного насоса как такового не оказывалось. Бывают моменты, когда дренаж вообще никак не был обозначен на чертежах, про него просто забывали, и в итоге приходишь на объект, и в помещении лужится воды. Откуда взялась вода? А вода взялась у нас из дренажа, который, к сожалению, не был подключен. Когда же мы говорим о дренаже, стоит также помнить наши блоки так называемой телеком-линейки, особенно наружного исполнения, наружного и внутреннего исполнения. У таких блоков, у волэйров, у телэйров, надо дополнительно предусматривать дрелищий кабель для обогрева дренажа, иначе в зимний период он может перемерзать, и вода не будет уходить. Рекомендуем также, когда речь идет о каких-то контейнерных решениях, когда кондиционеры в телеком-линейке, либо в наших Cyber Row, бежрядное решение, ставится на контейнер, и контейнер уезжает куда-нибудь далеко, в Сибирь, либо на север, также ставить реле контроля в фаз. Для чего это делается? Чаще всего на таких контейнерах происходит подключение вахтами. То есть люди работают вахтами, одни приходят подключая, другие приходят как бы запуская. Так как чаще всего сроки людей жмут, то не всегда электрики, которые подключают, соблюдают очередность фаз. Плюс разные переключения на основное, на резервное питание, и в итоге мы можем получить, что порядок фаз будет неправильный, и компрессора на таких машинах будут работать неправильно. Реле контроля фаз обеспечит не запуск компрессора в такой ситуации. Стоит также помнить, когда для телеком-линейки берется аварийное подключение, аварийная вентиляция, то эта аварийная вентиляция всегда идет на 48 вольт. Это нужно учитывать, потому что не на всех контейнерных объектах есть где взять эти самые 48 вольт, но люди хотят аварийную вентиляцию. Соответственно, в задании электриком, которое выдается, должно быть это указано. У нас были моменты, когда наши хорошие клиенты не учитывали этого, и нам приходилось отдельно прорабатывать решения для того, чтобы сконвертировать эти 48 вольт и осуществить еще поставку конвертера. Самая частая проблема, о которой мы всегда говорим, это проблема с недозагруженностью цодов. Проблема эта встречается всегда, в общем-то везде, и чаще всего она связана именно с проектными решениями. Когда заказчик приходит к проектировщику, говорит одно, просит его сделать проект и подобрать оборудование, чтобы было подешевле, соответственно, проектировщик выбирает оборудование более крупное, не дробит его на более мелкое, и количество ступеней регулирования у нас получается маленьким. В итоге, когда по факту реализовывается все в металле, заказчик говорит, ой, что у меня столько не будет на нагрузке, может быть там лет через пять, а сейчас у меня там будет место там 100 кВт, всего 20. Давайте мы как-то все это запустим, пусть это как-то работает. К сожалению, такие случаи приводят к поломкам оборудования. Чаще всего из строя выходит, естественно, компрессор, во-первых, из-за цикличности, из-за частых запусков, второе, если это прионовые системы, из-за ухода масла в трассу и плохого его возврата. Соответственно, поломка, дорогостоящий ремонт, который, в общем-то, приведет к следующей поломке, потому что нагрузка не увеличивается. Стоит всегда помнить при начале проектирования и при закладке оборудования, как мы будем это оборудование ставить либо заносить в помещение. Также именно монтажникам надо помнить о том, что помимо самого веса оборудования есть еще вспомогательные так называемые траверсы, которые вес тоже необходимо учитывать при заказе крана. Если мы говорим о кондиционерах и говорим о том, где их ставить, проектировщику желательно все-таки просмотреть путь, как они будут заноситься. Если, допустим, кондиционер габаритный, а там проемы не позволяют пронести его целиком, наклонять, к сожалению, их нельзя, то необходимо заказать разборный кондиционер, который придет не собранный, который можно будет разобрать практически до винтика и, в общем-то, занести по частям и собрать на месте. Естественно, это увеличит срок монтажа, немного увеличит стоимость монтажа, но зато это будет быстрее, чем ломать и монолит для того, чтобы занести оборудование целиком. Очень часто еще сталкиваемся с проблемой размещения оборудования внутри сервера. Очень хорошо, когда у нас новая серверная и оборудование размещается в первый раз. То есть мы сами предлагаем, где будут стоять стойки, сами предлагаем, где будут стоять у нас кондиционеры и сточки беспредельбойных питаний. Но часто нас просят заменить либо подобрать решение для уже готового серверного помещения. И здесь мы сталкиваемся с трудностями. Первая трудность – это не всегда есть возможность у заказчика отключить систему. Соответственно, приходится пользоваться той планировкой, которая есть, и располагать оборудование согласно ей. Допустим, для нашего клиента мы прорабатывали решение по установке двух кондиционеров, существующую серверную, увеличилась нагрузка, соответственно, был один потолочник, и сейчас решили поставить два прецизионера, сделать все правильно. Первоначально клиент сказал, что он не хочет отключать систему, что это не то, что невозможно, но просто нежелательно. Мы предложили вариант с расположением кондиционеров с установкой воздуховода. Как видите, кондиционеры работают на один-два канала, и работают, выдувают в помещение и забирают воздух сверху через канал. Решение работоспособное, но об оптимальности его говорить не приходится. Соответственно, мы со своей стороны предложили другой вариант, когда оборудование мы переносим, и уже предложили делать вентиляцию замещения и выдувать холодный воздух сверху перед холодный коридор перед со стойкой. Этот вариант был обусловлен тем, что необходимо было отключать серверную, но в данном случае можно было расположить еще больше оборудования, при этом без ущерба для охлаждения. Этот вариант был более жизнеспособен и принят заказчикам. Очень часто мы говорим о том, что необходимо помнить о том, что у нас есть помещение в балке, другие коммуникации и располагать оборудование так, чтобы это не мешало воздухообмену. Допустим, на задней картинке вы видите, что клиенту невозможно было расположить оборудование так, чтобы не мешала балка, которая проходит прямо перед ним. И клиент договаривался с нами о том, чтобы делать дополнительный забор воздуха, чтобы более-менее оптимально распределять воздух по теплообменнику, чтобы он не заставился перед кондиционером. Когда мы говорим о проектировании и воздуховодов, необходимо помнить о минимальном расстоянии от кондиционера, от выдавок кондиционера до стены либо до края, до стенки воздуховода. Если это не соблюдать, то могут быть печальные последствия в виде того, что воздух будет неправильно циркулировать уже внутри канала, вентилятор не сможет его продавить и в итоге дренаж не сможет правильно уходить и теплообменник может в общем-то обмерзать. Помните о том, что мы все-таки охлаждаем помещение и расположение отопительных приборов, тем более нерегулируемых, в общем-то нежелательно внутри серверного либо цов. К сожалению, такие помещения попадаются. Это может быть плюсом, когда у нас заявленной нагрузки нет, но чаще всего это является минусом. Перекрыть ту же батарею нельзя, она греет, а кондиционер в общем-то не рассчитывался на то, что внутри помещения будет дополнительный отопительный прибор. Очень важно, как я говорил, выбирать также себе монтажников, которые понимают, что вы делаете, что они делают и для чего и вовремя могут прийти к вам либо обратиться к проектировщику, либо напрямую заказчику и уточнить моменты. Допустим, в данном случае монтажник собрал предохранительные клапана на пакле и пасте унипак, что, в общем-то, является не совсем правильным для приемных систем. Это подходит для воды, где давление у нас до 10 бар, но никак не для системы с 410 фреоном, где давление может быть достигать 28 бар. Либо монтажники упрощают себе работу, не делают дополнительные подвесы и в итоге тяжелые клапана висят на трубопроводе и как следствие висят на коллекторе конденсатора, что тоже приводит к разрушению либо мест спайки самих клапанов либо место по соединению с конденсатором. Расположение конденсаторов, если вы не прорисовали, либо монтажнику приходится делать без проекта, он может выбрать самостоятельно. Вы видите, в данном случае опять вентилят конденсатора с вертикальным выдувом установили с выдувом в горизонт, при этом установили таким образом, что теплообменная поверхность не будет работать эффективно из-за затопления жидким подагентом части трубопровода. В общем-то потеряли мощность конденсатора, если учитывать, что была ошибка при проектировании, то это может быть чревато. Спасет в данном случае только одно, если тот будет недозагружен. Надо помнить про то, как необходимо прокладывать трубопроводы, с каким уклоном. Часто приходится сталкиваться с тем, что трубы просто раскатаны по крови либо по лотку без какого-то либо уклона. Это не очень хорошо для возврата масла и для циркуляции, особенно если у нас идут очень длинные трассы. Поэтому обращайте на это внимание. Лучше дать избыточную информацию для нашего монтажника и заказчика, чем не дать вообще никакой информации. После того, как у нас все смонтировано, часто приходят наватчики, которые также должны обращать внимание на монтаж и давать свои рекомендации о том, что лучше исправить. Часто этого не происходит. В итоге неправильная наватка, неправильный монтаж приводит к тому, что оборудование работает некорректно, допустим, покрывается несколько льдом. В итоге чревато все это опять же выходом из строя компрессоров. Допустим, вот с этого компрессора нами было слито масло. И многие знают, что стандартно масло выглядит как прозрачная бесцветная жидкость. В данном случае жидкость была похожа на Coca-Cola. В общем-то несъедобную, но и невкусно пахнущую. Ну, конечно же, есть объекты, которые делают по уму. Я вам всем искренне желаю именно таких объектов и грамотных проектировщиков, грамотных монтажников и грамотных заказчиков в первую очередь. Это позволит вам делать действительно интересный красивый объект и наслаждаться своей работой и плодами своей деятельности. Спасибо большое за внимание. Теперь хочу ответить на ваши вопросы. Если они у нас есть. Да, запись будет. Куликов Олег, вы спрашиваете по слайд, где у нас было помещение с воздуховодами, где я говорил о том, как раздавать воду. Нет, фальшпола там не было и заказчик не хотел тратить деньги на фальшпол. Он хотел простое, недорогое решение. Соответственно, мы предлагали именно недорогие кондиционеры. там можно было использовать те же рядные кондиционеры, которые позволили бы нам не строить воздуховодов, но рядные кондиционеры заметно дороже. Когда у нас идет негерметичный фальшпол, соответственно, идут перетоки перед кондиционерами. То есть холодный воздух, который выдувается кондиционером вниз, он идет куда угодно, но только не к стойкам. Помимо этого, в зависимости от того, где расположены негерметичности, могут быть эффект подсоса воздуха из помещения в зону фальшпола, что будет влиять на температурные параметры, которые подаются на сервер, на наши сервера. Соответственно, если это единичные случаи, то серверное небо загружено, то на этом можно закрыть глаза. Если же у нас серверное загружено на 100%, то это будет очень серьезно влиять и будет образовываться зоны вокального перегрева. Денис, на нашей телеком-линейке есть дополнительная опция, именно опция, которая ставится по желанию заказчика. Это аварийная вентиляция на 48 вольт. Что она под собой подразумевает? По этой вентиляции подключается вентилятор и контроллер на 48 вольт. Соответственно, когда у нас пропадает основное питание, то вентиляция на 48 вольт. Продолжение следует... Продолжение следует... У меня отключилась связь... Так, мы говорили про 48 вольт. Соответственно, когда мы говорим о блоках с фрикуллингом, то это позволит загонять воздух с улицы внутрь нашего контейнера, если это контейнер и одно решение, и обеспечит охлаждение оборудования. Потому что оборудование чаще всего будет горячее, чем воздух внутри сода или контейнера будет горячее, чем воздух на улице. Именно, Олег, нет такого понятия, как допустимая утечка воздуха. Все зависит именно от вашего от вашего сода, либо от вашей сервины. По-хорошему утечки должны быть... Утечек не должно быть. То есть, фальшпол достаточно герметичный. Но если мы говорим о границе герметичности фальшпола, то если вам не хватает воздуха, холодного на охлаждение оборудования, то стоит пройтись и заткнуть все вот эти щели. При расчетах, когда делается допустим CFD-моделирование, там можно задать, ну, чаще всего задаем негерметичность фальшпола до 3-5%. Виктор, мы все-таки рекомендуем, чтобы вы понимали по поводу угла наклона, мы рекомендуем тот же самый наклон, что рекомендует завод. Соответственно, 1-2 градуса. Олег, смотрите, вы имеете в виду проблоки с аварийным питанием 48 вольт, правильно? Про плавный пуск. Смотрите, пусковой ток на обычных блоках может достигать в общем-то превышать не только порядка 6, а может и больше, то есть до 10 крат от номинала. Соответственно, с плавным пуском это можно сократить, по-моему, до 350%, то есть где-то в 3,5 раза. При подборе ИБП, если вы как бы собираетесь вешать компрессор именно на ИБП, то тут надо смотреть от конкретной модели. Допустим, если мы говорим об инверторах, то там соответственно пусковые токи гораздо ниже. Соответственно, возможно использовать именно инверторы. Если мы говорим об обычных компрессорах, то надо смотреть по модели и в зависимости от того, какая модель, там берется плавный пуск и на плавном пуске можно настроить там либо будет больше пусковой ток, либо время пускового тока будет ниже, но время его действия пускового тока будет дольше. Будет зависеть именно от самой модели. По-моему, там несколько миллисекунд идет действие пускового тока. но точно я вам сейчас сказать к сожалению не могу, надо именно от конкретного случая отталкиваться. Конечно, можно делить вентилятор на ИБП, а компрессор на грязное питание. Можно делать это двумя способами. Можно заказать на заводе опцию физического разделения питания, когда одна линия подводится от ИБП и вешается на свои автоматы, на свой в одной автомат, другая линия сглазного питания на свой автомат. Можно сделать следующим образом. Можно подвести сухой контакт от ИБП и в логике работы кондиционера ограничить при срабатывании этого контакта, какие элементы у нас останутся в работе. Допустим, отключить элементы компрессора, отключить элементы паровважнителя, оставить только вентилятор. Все зависит именно от того, какое решение будет для вас максимально. Разделение по питанию более надежно, соответственно, мы делим питание, не завязанное на автоматику и ее настройку. Соответственно, она будет немножко подороже. Когда мы используем просто сухой контакт от ИБП, это будет гораздо дешевле, но здесь важно, чтобы пуском наводчики, которые будут налаживать, не забыли это сделать. Виктор, официально завод говорит о том, что пускового тока на инверторных компрессорах в общем-то нет. По нашему опыту он где-то в два раза выше номинал, может быть. Это зависит от того, в каких условиях запускается компрессор. Если газовая магистраль будет заполнена жидкостью, соответственно, компрессору будет достаточно сложно пуститься и пусковой ток будет выше. Да, контроллер кондиционера Олег в любом случае будет на ИБП. Дмитрий, смотрите, с вами, конечно, согласен, но это будет работать только в том случае, если у вас выдух воздуха будет идти в горизонтальном направлении, никак не в вертикальном. Во-первых, если вы поставите оборудование с вертикальным гудовом и над ним расположите козырек, в любом случае, если он будет очень высоко, он не защитит от солнца. Если он будет очень низко, он заблокирует уход воздуха, что приведет к подсосу горячего воздуха обратно в теплообменники наружные. У нас был случай, когда на одном из объектов градирные располагались на кровле, стояли щиты шумоизоляции. Защита от шума. Соответственно, рядом с одним блоком эти щиты были выставлены очень близко. Воздух горячий, который шел с этого теплообменника, он прям чувствовал, мы приехали туда зимой и, соответственно, рядом с этим блоком было тепло стоять. То есть, настолько неэффективно он работал. Соответственно, в летний период времени эта неэффективность будет в разы застать. Поэтому, если у вас яркое солнце, проще выбрать зону, которая расположена в тени, допустим, от того же самого здания. Плюс, стоит выбирать оборудование все-таки с горизонтальным выдувом и козыки тогда, да, можно будет ставить. Это будет как бы плюс. Во-первых, защитите там, как в нашем городе, в Санкт-Петербурге делают оборудование от падения снега. Во-вторых, как бы снизить тепловую солнечную нагрузку на него. В любом случае, допустим, мы, когда подбираем наружные теплообменники, мы всегда используем температуру наружного воздуха 37 градусов. Многие говорят, зачем так много, но наш опыт показывает, что если отталкиваться от данных строительной климатологии, не всегда корректно получается подобрать теплообменник. И в летний период очень часто такое оборудование, которое подбиралось по строительной климатологии наружным температурам, которые даны там, оборудование останавливалось. Я думаю, помните, года два назад, либо три, в Москве стояло очень жаркое лето, и очень много серверных ицодов ложилось именно по этой причине. И люди стояли, стояли с системами так называемой подвода воды и вручную орошали теплообменники, чтобы хоть как-то увеличить теплосъем с этого оборудования. контроллер. Смотрите, время выхода на режим охлаждения. Во-первых, контроллер будет загружаться чуть меньше минуты, полностью прогружаться. После этого, в зависимости от комплектации, будет следующий алгоритм. Около минуты будет открываться воздушный клапан, если он есть, после этого будет запускаться вентилятор, а дальше будет зависеть от того, в какой момент остановился компрессор. Если компрессор был в работе, то сработает пауза компрессора порядка 280 секунд. Если компрессор не был в работе, то будет зависеть от того, от температуры в помещении. Если температура будет высокая и соответствует настройкам запуска компрессора, то он просто запустится сразу за вентилятором. Если нет, соответственно, будет ждать, пока температура поднимется. Ну, либо паузу, как я сказал лучше. Да, можно настроить и паузу по включению вентиляторов панкойлов, а также можно настроить задержку отключения этих вентиляторов. Тут зависит от того, что необходимо. Надо помнить, что если вы отключите полностью фанкойлы, то воздух холодный из-под фальшпола, скорее всего, если это не закрытая архитектура, не будет подниматься к вам, к цодам, к вашим серверам. Потому что холодный воздух, он все-таки у нас тяжелый, он так и останется у вас под фальшполом. Поэтому гасить именно фанкойлы в данном случае, возможно, не стоит. Возможно, некоторые из них стоит повесить именно на источники бесперебойного питания, сделать аккумулятор холода и повесить насосы на ИБП, что позволит вам, в общем-то, охлаждать все. Компрессоры у нас используются разные. Если мы говорим о фреоновых кондиционерах, то это компрессоры Copland, либо компрессоры Mitsubishi. Если мы говорим о челлерах, то там возможны варианты. Там могут использоваться компрессоры Copland, спиральные компрессоры Bitser и винтовые компрессоры Bitser. Так, коллеги, еще вопросы у нас есть. Александр пишет нет. Все ли у нас согласны с этим? Так понимаю все. Я прошу вас не отключаться и пройти опрос, который запустит Айлена. А, вот есть вопрос по увлажнителям. Давайте на него ответим. Да, Денис, есть возможность вывода паров увлажнителя на отдельный ввод по электропитанию. Когда вы отправляете запрос менеджера, вам просто нужно уточнить этот момент и сказать, что именно вы хотите повесить на отдельные источники электропитания. Я, со своей стороны, поздравляю вас с наступающим Новым Годом. А, вот еще вопрос. Мы можем согласовать различных производителей гликоля. То есть, как таковой рекомендации у нас по гликолям нет. У нас есть опыт реализации проектов. Также на альтернативных источниках, допустим, Экосол. Поэтому, если у вас есть конкретный вопрос о том, можно ли использовать ваш типоноситель или нет, задавайте его. Мы либо посмотрим сами, либо согласуем с заводом и, соответственно, дадим вам рекомендации. Можно, нет и в какой концентрации. Олег Куликов. Да, все кабели от различных источников питания вводятся в внутренний блок. И там, в зависимости от того, как бы был заказ и что мы разделяем, сажаются на свои клеммы. Дмитрий, контроль за работоспособностью выполняет заказчик, но если завод их одобрил, то завод гарантирует, что на этом типоносителе оборудование будет работать. То есть, в общем-то, когда мы отправляем такой запрос, мы полностью отправляем химический состав, в общем-то, который указывает данного типоносителя, и завод уже определяет, возможно, это использовать или нет. То есть, мы не сможем вам ответить, как бы за две минуты да, нет, но в течение недели вы получите ответ. Зависит от того, какой кондиционер, Денис, используется. Если мы говорим об обычных прионовых, то можно говорить о 20%, хотя здесь говорить о точности поддержания температуры и влажности будет уже невозможно. Если мы говорим об инверторах, то там производитель именно самих компрессоров заявляет минимум 30%. Связано это именно со скоростью оборотов электродвигателя. Я же, со своей стороны, говорю о том, что желательно все-таки иметь загрузку от 40 до 50% для оптимальной его работы. Именно оборудование на охлаждение. Наш подбор ресивера учитывает возможность собрать весь фреон. Прошу прощения. Весь фреон внутри ресивера. Допустим, если у вас случилась какая-то нештатная ситуация, и вам необходимо провести ремонтные работы, то чтобы фреон не спускать в атмосферу, не заниматься долгой перекачкой его баллона, которых может не оказаться, вы можете перекачать его весь в ресивер. Он там весь должен поместиться. Соответственно, перекрываются ротологи, выполняются работы, и после этого там вакуумирование системы, опрессовка, и уже выпускается фреон обратно. Опрессовка вакуумирования, и фреон выпускается просто уже из ресивера. Для его расчетов учитывается длина трассы, объемы теплообменников. Денис, клапаны могут использоваться как двухходовые, так и трехходовые. Соответственно, это зависит от того, как вы нам скажете. На цену это никак не влияет. Единственный момент, есть еще двухходовые, да, по запросу, есть двухходовые клапаны, так называемые, пиковые клапаны, белима, которые позволяют еще балансировать систему, то есть держать определенный расход через него. Эти клапаны идут дороже, там достаточно значительно дороже, но тоже по запросу можно и поставить. Да, только пи-ай. Ко-моему, они идут вот так. Коллеги, спасибо, что были со мной в это утро. Всем хорошего дня. Опять же, поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю хороших заказчиков, интересных проектов. Увидимся, я думаю, уже в следующем году. Всем пока. А сейчас я попрошу вас ответить на наш опрос. Спасибо большое, Сергей. Я надеюсь, что наш вебинар был для вас полезным. Запускаю наш опрос. Эта информация для нас, на самом деле, очень важна, потому что в этом году это был последний наш вебинар. Но наш онлайн-HTS проект продолжается. В следующем году у нас будет обязательно еще много интересного. Мы же сейчас оставляем расписание на Новый год. И сейчас в чате я добавлю вам ссылки на наши соцсети. Подписывайтесь к нам, мы будем вам всегда рады. Это наш контакт. В наших соцсетях всегда есть информация о наших предстоящих, соответственно, мероприятиях и о прошедших. Поэтому ссылочки у вас у всех есть. Добавляйтесь. Всем рады. Сергей вроде бы ответил на все вопросы. Спасибо вам большое за ответы на опрос. Я вижу, что вы активно отвечаете. Для нас эта информация очень важна, потому что мы хотим быть для вас полезными и интересными. Все. Я вижу, что в чате уже вопросы закончились. Спасибо огромное вам всем, что вы были с нами, что вы проявили интерес к нашей компании, к нашему вебинару. Мы, в свою очередь, конечно же, всей компании поздравляем всех с наступающим Новым годом и надеемся, что обязательно увидимся в Новом году на всех наших мероприятиях. Всем спасибо. Всем хорошего дня. До свидания.